Добрый вечер, 21.04 в Москве, приветствуем всех наших 16-летних и старше слушателей. Да, Максим, так хотелось начать. Добрый вечер, мальчики и девочки, мальчики. Да, всем привет, да, это у вас новое тут на радио, у вас инновации. У нас, у нас, у нас в стране, я бы сказал, это такая инновация 16-летняя. Да, вы не ошиблись, это программа археология, и мы очень надеемся, что вам 16 лет, а если вам меньше 16, незамедлительно выключайте радио и идите смотреть Disney Channel. Значит, поздравляю всех с началом лучшего сезона года, осень. Вот, Москва бурлит, Москва вся совершенно кипит событиями. Ну, в частности, уже даже об этом говорили, день города прошел очень хороший, по-моему, да, Максим? Наверное, я один из тех немногих, я, наверное, единственный москвич, который не видел Дня города. Ничего о нем не знаю. Ну, я тоже, кстати, в прошлые годы совершенно в нем никак не участвовал, но в этот раз, по-моему, все было очень и очень мило. Ну, и, собственно, вы знаете, для начала, для затравки хотели обсудить пару новостей, прежде чем мы перейдем к нашей основной теме. Тема наша сегодня будет о налоге на богатство, нужен ли нам налог на богатство, да, роскошно жить запретишь, запретишь ли роскошно жить. И вот прежде чем перейти, подвестись к этой теме. Вы знаете, такой сюжет, который меня очень интересно задел. Я прочитал буквально дня два, как эта история раскручивается. В Америке у нас уже пришла на интернет-ресурсе skeran.ru, вот я прочел. Вы знаете, что сейчас появляются большие проблемы у партнера, кандидата на постпрезидента США Митта Ромни, Пола Райана. В частности, в том, что он неправильно указал время марафона, который он пробежал. В одном из интервью сказал, что вот я бегаю, вот я занимался в юности спортом. Все говорят, да, замечательно, я бегал марафон, замечательно, как вы бегали марафон, говорит, но не помню, там, из трех часов выбежал. Вот, и как-то это все прошло мимо. И тут дотошные американские журналисты решили раскопать. И выяснилось, что он марафон пробегал за 4 часа и 1 минуту. И вот, так сказать, попавшись на такой 30-процентный, собственно, о грехе, или здесь 25-процентный, да, то, что он себе прибавил. Сейчас раскручивается довольно большая история по поводу того, что как человек, так рассовравший, может стать вице-президентом США в случае победы республиканцев. Это я говорю к тому, что, да, такая вот жизнь под микроскопом, она очень свойственна вообще американской политической культуре и западной прозрачной политической культуре вообще. Да, Максим? Ну, безусловно, в этом, как бы, это лишняя демонстрация возможностей прессы и возможностей открытого общества, которое гордится тем, что публичных своих представителей проверяет под микроскопом. И, насколько я понимаю, речь идет здесь о доверии, не о том, что он просто медленно бегает, а о том, что если соврал в таком, то может соврать в чем-то. Я не знаю вообще из наших политиков вообще хоть один выходил ли, когда просто на старт марафона. Вот если, то есть есть у нас, конечно, горные лыжи в активе, дзюдо, самбо, там, в хоккей отдельные личности играют, но вот чтобы марафон, марафон такая вещь, это массовый спорт, да, это, так сказать, такая ежедневная вещь. Я даже вот не знаю ни одного марафонца из наших высших кругов власти. Ну, кстати, я тут не следил за этим, ну да, что-то так на слуху не было. Но тут это скорее из области того, как люди относятся, ну, вообще ко всему, что говорят чиновники к фактам, которые сообщают о себе. Это могут быть и диссертации, например. Это могут быть диссертации или это может быть дорогой чекин в отеле Вилла Фильтренелли в Италии, да, за 1250 евро за ночь, да, вот этот вот был скандал с Тимаковой, Натальей Тимаковой, пресс-секретарем, премьер-министра. И вопрос, который был поднят Тихоном Дзитко, этично ли, этично ли государственному чиновнику останавливаться вот в таком дорогой гостинице, тратя со своим мужем, который, между тем, бизнесмен, и все они могут себе позволить не за государственный счет, но, тем не менее, скажем, тратить 300 тысяч рублей. Знаете, вот я хочу здесь сейчас объявить нашего гостя. У нас сегодня в гостях Евгений Антонов, независимый журналист и главные сведомости, и вот как раз мы будем говорить по близкой, по смежной теме, аналогии на богатство. Как вы к этой истории относитесь, Евгений? Добрый вечер. Ну, этично или нет чекиниться в этих отелях? Вы знаете, сказать сложно, потому что, ну, вообще, конечно, вопросы, которые поднял Дзитко, наверное, их можно ставить, и, наверное, их ставить даже, ну, с точки зрения журналистской, ну, вот вы сейчас привели пример с американской избирательной гонкой, в этом смысле они, конечно, наверное, вполне правомерны. А вот, другое дело, что, может быть, ну, мне показалась в этой истории какая-то недосказанность, то есть, если, на самом деле, вот, журналисты интересуют этой, ну, вот, вся эта история начала до конца, то он должен был дозвониться до нее, до источника, да, и задать эти вопросы напрямую. Ну, да, да. Насчет того, да, что это были за деньги, жила она там или нет, и, ну, вот, собственно, потом, на следующий день все это было сказано. А так получилось какая-то, как мне показалось, немножко, ну, такая вещь в себе, да, то есть, это вот в Фейсбуке было сказано, в Фейсбуке вызвало достаточно громкую бурю, и, ну, как-то закончилось. Вот, довольно большая разница между этой историей, в этом смысле, той, которой вы... Ну, да, не было, не было большой, не было большой публичности. Ну, да, то есть, журналистам, вероятно, следовало бы провести работу, если отнестись к этому как новости, да, и к предмету журналистского интереса, то следовало бы провести специальную работу. Но при этом, и, как бы, я, с одной стороны, полностью согласен с тем, что это легитимный интерес, журналисты просто обязаны интересоваться такими вещами. Другое дело, что они должны и подходить к этому ответственно, как журналисты именно, то есть, как бы, проделать всю свою домашнюю работу так, чтобы чиновнику уже осталось только, как бы, перед, поставленным перед фактом уже отвечать. Ну, да, да, да. Но здесь ставится очень большой и, я считаю, болезненный и очень важный для России вопрос об этичности, роскоши вообще. Потому что, вот, например, Тимакова, она такое промежуточное положение занимает. Она, скажем, моих друзей в Фейсбуке, просто бывшая, там, коллега, друг. И, вот, многие люди просто ее поддержали, что, вот, какое вообще, с грязными сапогами, зачем залезать в частный отдых, тем более, не за государственный счет, за сколько хочет, за столько и отдыхает. Тем более, я думаю, что, в общем-то, суммы это не оглушительные. Я думаю, что для многих из наших слушателей, вот, людей, которые мы знаем, вполне они могут себе позволить, там, за тысячу евро за ночь, там, раз в году в отпуск остановиться в какой-то гостинице. Как бы ничего такого скандалезного в этой цифре нету. Это не покупка футбольного клуба и не покупка яхты за 300 миллионов долларов. Вот. Но, с другой стороны, вот это вот умолчание, то, что по умолчанию считается, что чиновник достаточно богат, чтобы носить хорошие часы, ездить на хороших машинах и останавливаться в элитных гостиницах. Вот это вот умолчание в нашей российской культуре, мне кажется, оно какое-то неправильное. Вот я, например, в Германии или в Швеции такого представить не могу. В Швеции это была бы история. Ну, безусловно. Но, знаете, вот, чтобы... Я не большой обожатель чиновников никаких, но просто справедливости ради нужно сказать, что ситуация, в которой существуют наши чиновники, и существуют чиновники Норвегии или Дании, и в Швеции, и других образцово-показательных демократических государств, она разная. Она очень отличается. Наши чиновники много лет существовали вообще в ситуации глубокой такой двойной бухгалтерии. Они получали официально очень мало денег. Ну, а когда-то они получали и вообще мало денег. То есть постепенно государство начинало их лучше компенсировать, чтобы иметь возможность нанимать более профессиональных людей. И делалось это много лет за счет исключительно непубличных премий, всяких разных доплат, наличными и натурой и всякими такими делами. И сейчас, может быть, я как бы не знаю всех деталей, поскольку они не очень-то публичные, но сейчас чиновничьи зарплаты, кстати, высокие, сравнительно они быстро растут. Но они как бы приближаются к неким почти что европейским аналогам, и их можно увидеть даже в Ратстате. То есть монетизирована какая-то часть благ, которые чиновники получаются, и это вообще скорее хорошо. То есть я уверен, что они получают еще много различных доплат и натуры, всяких благ натурой, но мы даже вот сейчас в Росстате можем увидеть зарплаты. Ну да, это все сейчас открыто. Вот, что как бы, это как бы у этого нужно понимать, да, что у этого есть хорошая сторона. То есть если смотреть с точки зрения там бедняги, жителя какого-то региона, да, то наши чиновники жируют. Они получают там в аппарате правительства больше 110 тысяч рублей в месяц в среднем зарплаты. Самая высокая по чиновникам. И растет она быстрее, чем у остального народа в стране, да. То есть здесь есть вот этот момент несправедливости, а как бы, да. С другой стороны, то, что чиновники должны получать какие-то деньги вообще-то, они должны. Вот, и сейчас эти деньги видны, что я считаю скорее хорошо. Вы знаете, давайте, чтобы закрыть уже эту тему, спросим наших слушателей. Как вы считаете, вот это вот 1250 евро за ночь, который тратит пресс-секретарь правительства, является ли это этичной вещью? Пришлите нам смс на номер 5533 с буквой А, если вы считаете это нормальным. Это нормально, если чиновник, пускай даже и на деньги, я не знаю, семейные какие-то, тратит вот такие деньги. И с буквой Б, если вы считаете, что это ненормально, неэтично, и журналист Дедко совершенно справедливо поднял вот этот вот вопрос. Итак, 5533 с буквой А, если это этично тратить такие деньги, и с буквой Б, если это неэтично. Ну, а мы давайте перейдем уже, соответственно, непосредственно к нашей теме, которая уже напрямую соотносится с этим совсем. А именно о налоге на роскошь, о налоге на богатство. И вот была в ведомостях очень интересная статья, как раз Евгения Антонова, нашего сегодняшнего гостя, «Социализм и патриотизм». Да, Евгений, как бы главная ее идея в том, что социалист французский Франсуа Алан реализует свое предвыборное обещание о том, чтобы обложить налогом богатых. Кто по французской терминологии в богатство попадает? Ну, там много кто попадает, но самая вот, наверное, громкая часть этой его идеи — это обложить налогом 75% тех, кто зарабатывает суммы 1 миллион в год. Налог 75%? 75%, да. И анонсируя эту меру, он в свое время, еще во время избирательной кампании говорил, что мы обкладываем 1 миллион, потому что таких заработков быть не может. То есть это сверхдоходы, которые мы, соответственно, должны таким образом обкладывать налогом. Ну, вот такая идея, и, возможно, это станет реальностью уже с Нового года, в сентябре эту меру начнет обсуждать парламент. Это любой доход имеется в виду, и доход бизнесмена, и заработная плата, скажем, чиновника, и там дивиденды, которые получаются. Ну, там с дивидендами чуть сложнее, я так понимаю, там немножко другая ставка, там повышение налогов на дивиденды тоже планируется, но, насколько я помню, не 75%. Да, речь идет о доходе, годовом доходе. Ну, очевидно, что те, кто в первую очередь пострадает от этого, по крайней мере, сейчас вот ожидают, что это будут спортсмены, это будут артисты, которые получают высокие гонорары, и это будут высокооплачиваемые менеджеры крупных компаний, финансовых компаний, каких-то, у которых высокие просто зарплаты в годовом исчислении, и, соответственно, доходы которых в течение года превысит эту искомую сумму в 1 миллион. Как раз спортсмены, интересно вспоминаются все эти наши суперпрезенты нашим спортсменам, которые по итогам Лондонской Олимпиады сейчас вручались. Ну, знаете, в случае с спортсменами там очень интересная история, ну, вот есть такой нападающий, Златан Абрагимович, который перешел во французский клуб «Парис Инжермен», а у него сейчас владельцы арабские шейхи, и у него очень высокая зарплата, она должна за вычетом налогов составлять 14 миллионов евро в год. И проведены там были калькуляции, что теперь владельцам этого клуба нужно будет выплачивать 80 миллионов в год для того, чтобы... — Чтобы он получил чистые, оговоренные... — Да, такие цифры я видел в прессе. — Ты говоришь о спортсменах, вот тоже вы здесь переводите хорошую цитату легендарного французского велогонщика Бернара Еноу, и он говорит, теперь из четырех раз, что ты жмешь на педали, за три деньги получает правительство. — Да. — Вообще 75% — это же фантастическая ставка. Где-то в мире еще применяется такая на... — Нет. — Большие доходы? — Такой ставки... — Когда-то была в Швеции, если я ничего не путаю. — Да, был скандал с Астрид Лингрен, помнится. — В Швеции до какого-то момента была такая вот драконовская ставка, тогда все миллионеры просто выписались из Швеции, я помню, что была такая история. — Включая, по-моему, Кампорода, Ингвара Кампорода, основателя Икеи. — Возможно, но я помню про акционеров вот этой вот группы «Инвестор», крупнейшего холдинга, акционера там нескольких крупных корпораций. — В общем, были такие случаи, но, насколько я понимаю, от них государства отказывались. — Напомним сейчас нашим слушателям, что у нас идет СМС-голосование, а мы начали наш разговор с того вот этого эпизода с Натальей Тимоховой и Тихоном Дзятко. — Этично ли пресс-секретарю премьер-министра тратить, останавливаться в гостиницах на отдыхе за 1250 евро? — Входит ли это, так сказать, в нормальный этический кодекс любого государственного чиновника? Если вы считаете, что это абсолютно нормально и этично, даже если на семейные деньги тратить, скажем, 300 тысяч рублей на то, чтобы там 6 дней прожить в гостинице, присылайте букву А на номер 5533. Если вы считаете, что это неэтично и надо было журналисту поднимать этот вопрос, пришлите букву Б на номер 5533. Итак, 5533А — это этично, Б — это неэтично. — Ну, я вот хотел еще раз на секунду вернуться к тому, что мне кажется, что Россия находится очень сильно в противоходе к процессам, которые проходят в Европе, в частности, вот к этим. То есть в Европе в целом очень-очень популярно, то есть вот Франция пытается это сделать физически, во многих странах это просто популярно, идеи прогрессивного налогообложения, то есть такие очень социалистические идеи, идеи сокращения расходов, различные способы повлиять на крупный бизнес, банки, особенно в связи с их бонусами, вот, естественно, сокращение зарплаты, доходов чиновников. У нас, как бы, процесс идет такой, что очень сильно росли доходы, зарплаты чиновников в последние годы, и это, ну, опережающими темпами, да. И в целом, ну, у нас, как бы, до сих пор действует, слава Богу, плоская налоговая шкала, которая, в общем, отличает Россию от... — Слава Богу, Максим, ты вообще поддерживаешь? — Ну, я, мне кажется, сторонник. Это, понимаете, то есть, если, как бы, рассматривать это отвлеченно, эту вещь, она, как бы, считается такой чуть ли не ультраправой идеей, такой либеральной очень идеей, ну, в Америке, например, да, вот, в американском масштабе, это, там, ее, там, много лет отстаивает Стив Форбс, и это, как бы, считается такой, ну, каким-то таким, значит, капиталистическим безумием, которого никогда не будет. В их контексте это, наверное, так, да, в нашем контексте это мера, которая в свое время позволила подвернуть огромное количество денег из тени на свет, вывести, и, как бы, позволяет многим бизнесам, ну, какую-то значительную часть своих средств, опять-таки, держать на свету, платить нормальные деньги работающим людям. В общем, одна из таких немногих мер, которая, как бы, мне кажется, очень здоровая и действует в нашем контексте. Ну, и она, как бы, она противовесов, понятно, что у нее есть масса противовесов, да, можно было бы думать о прогрессивной шкале, если бы не вот этот вот социальный сбор, который будет расти. Ну, мы вернемся еще к этой теме и обсудим ее с нашими слушателями. Вы знаете, пока я сейчас хочу остановить смс-голосование, которое у нас идет, и смотрите, всего лишь 13% наших слушателей, считают, что этично и нормально тратить 1250 евро на отдых пресс-секретарью правительства, действительно, учитывая, что, в общем-то, я думаю, что и для этих слушателей эта сумма не такие значительные. И смотрите, 87% слушателей считают, что неэтично тратить вот эти суммы, и надо о них заявлять, и правовал журналист Тихон Дзятко, который поднял этот вопрос. Может быть, правда, это не получило такого профессионального развития эта тема. Так что вот это очень интересный, мне кажется, такой вброс в нашу дискуссию, что подавляющее большинство считает, а, что правительство и высшие государственные чиновники должны быть полностью прозрачны и подотчетны, и б, вопрос об этичности роскоши, в том числе роскоши для вот таких вот высших представителей. Ну, все правильно. То есть, опять-таки, если подходить с мерками развитого мира, то наше чиновничество – это безобразие. И то есть тут никаких трех мнений быть не может. То есть у нас очень резко росло количество людей, а по качеству, ну, в смысле, вот государственных служащих, да, а по качеству работы они, они как минимум не улучшаются. Есть всякие замеры, есть у Всемирного банка индикаторы по качеству государства, качеству управления, мы по ним находимся очень низко. Вот, скажем там, можно вот просто там взять такую цифру, что у нас в год примерно под 30 миллиардов долларов, если пересчитать в доллары, тратится на содержание органов государственной власти. Это примерно столько же, сколько в США. Учитывая американские ВВП. Да, но в США, во-первых, США население в два раза больше, даже чуть-чуть больше, чем в два. И экономика в девять раз больше, чем у России. То есть мы тратим пропорционально где-то в десять раз больше США процента ВВП на содержание нашего чиновничьего аппарата. Да, это мы заметим, что это цифра из бюджета. Это вот те 844 миллиарда рублей, которые можно почерпнуть официально. Которые не входят в суммы откатов, распилов и прочих-прочих вещей. Евгений, да. Но было бы странно, если бы у нас, знаете, у нас же вообще экономика не очень эффективная. И, в общем, было бы странно, если бы она везде была неэффективная. А в случае с чиновниками мы бы тратили так эффективно, как, допустим, умеют тратить на чиновников в Соединенные Штаты Америки. Поэтому, да, вполне логично. Грустно, но, к сожалению... Вы знаете, да, вопрос чиновничьих трат и непрозрачности это всего. Я не могу называть имен, и, в общем, эта история такая, пусть она останется апокрифом, абсолютно таким пелевинским. Но один известный архитектор, который я именно этим занимался, он мне рассказывал, что, вот, скажем, они, так сказать, планируют какие-то элитные, как они называются, бутики. Вот, бутики, значит, всяких элитных товаров. И там есть некие подземные отделы, куда приходят высшие государственные чиновники отовариваться. Потому что они не могут это делать на святое. Это в Москве? Да, в Москве. Это мне рассказывал один из крупнейших наших архитекторов, причем я имею все основания ему верить. Чтобы, так сказать, это не было засвечиваться, у них есть, грубо говоря, как спецсекция ГУМа, вот в этих вот элитных всех вещах, ну, не знаю, там, в Третьяковском Парвихе, проезде Барвиха, Лакшери Велочь, еще где-нибудь. Есть некие подземные отделы, ну, или, так скажем, невидимые отделы, куда могут люди незаветными пройти и спокойно заниматься шопингом, не будучи замеченными прессой и другими посетителями. Естественно, в мире бункер Шамель. Ну, да, это, конечно... Но это пелевин чистый. Да, это поразительно. Но вот, опять-таки, я хотел... Вот, мне кажется, что с одной стороны у нас здесь полное безобразие, да, то есть, как бы, вот, если сравнивать такими индикаторами, которыми оперируют мировые вот эти вот мультинациональные органы, такие как Всемирный банк, да, вот по ним мы, конечно, ужасно выглядим. То есть, мы приближаемся по зарплатам к мировому уровню, к европейскому уровню, а эффективность очень плохая. Но при этом вот нужно помнить, да, что нам достался советский госаппарат в наследство, и он, ну, он реформируется очень своеобразно, да, то есть, вот, стратегия, которая, видимо, выбрана Путиным и другими политическими менеджерами, она, видимо, как бы состоит в какой-то очень мягкой коррекции того, что получила в наследство России от СССР. И, как бы, этих людей пытаются как-то, вот, мотивировать, как бы, создать в них мотивацию. Ну, да, Максим, я хотел сказать, что мы еще, собственно, во второй части вернемся к этому вопросу, и наши слушатели подключим к этому разговору о, собственно, о налоге на богатство, о легитимности, этичности богатства в России. Я хотел бы сейчас, вот, пользуясь тем, что Евгений у нас, поговорить о вот этой вот действительно удивительной ставке, 75% на доходы свыше 1 миллиона евро. А скольких вообще французов коснется это? Сколько там по статистике вот этих людей, получающих больше 1 миллиона в год? Ну, вот, цифры, которые я видел, это около тысячи человек. Всего? Да. Боже. Это немного. Это совсем, я думаю, в Москве, в центральном административном округе в разы больше будет людей. Слушай, это у нас, да, у нас точно должно быть. Вот это социализм там. Ну, здесь, понимаете, это вот, на самом деле, мы приходим к тому, в чем, собственно, ну, главный, возможно, смысл этой мира, если все-таки она будет воплощена в жизнь. То есть, понятно, что каких-то дополнительных денег в бюджет она, наверное, принести способна, при условии, что все эти люди не разбегутся, они вот сейчас, по некоторой информации, разъезжаться начинают в другие страны. Но, что важнее, это то, что, ну, руководству французскому нужно проводить существенные экономические реформы, потому что есть некоторые проблемы, нужно сокращать бюджетный дефицит. И вот эту меру сверхналог на сверхбогатых, которую поддерживает более 60% населения Франции, она способна стать в некотором смысле такой, знаете, подсластителем для горькой пилюли, которую все-таки придется французскому избирателю принять. — То есть, скорее, это популистская такая мера, которая просто, типа, богатые тоже плачут, будет всем тяжело, да? — Да, да. Там есть, конечно, нюансы, не вполне понятные. Хотя, ну, с точки зрения, вот, опять же, просто, так смотря на ситуацию, все просто. Есть парламент, который контролируется социалистами также, да? Там вот прошли последние выборы, теперь социалист-президент, социалист в парламенте. По идее, эта мера, вот в сентябре будучи внесенной в парламент, она должна без проблем быть принята. Но там есть нюансы, не исключено, что в нее потом внесут какие-то еще поправки, и то, что мы в итоге увидим, она, ну, будет не настолько страшна, как это звучит сейчас. Ну, тем не менее, да, да. Вот пока это такое наиболее, наверное... — На линии у нас Андрей, который хочет высказаться по этой проблеме. Слушаем вас. — Да, добрый вечер. Я бы хотел напомнить уважаемым участникам дискуссии, что западная экономика, например, в 50-е, 60-е годы, да, ну, вот до кризиса 70-х, развивалась темпами несопоставимыми по сравнению с темпами, например, рейгономики, да, там, или, например, 90-х годов. Я говорю про 2000. А в США в 60-е годы подоходный налог 90% достигал, потому что сейчас мало кто об этом помнит. Значит, для них очень важно было более разномерное распределение спроса, потому что... — Для верхней, для верхней вот это income bracket, да, для верхней части дохода, да, 90% это... — Да, да, конечно, ну, разумеется, там, на какие-то слои, в смысле, на какие-то определенные доходы там 90% был налог такой. И дело в том, что для них, у них было понимание того, что с какого-то момента очень богатый человек перестает фактически... Но он перестает своим спросом как бы стимулировать экономику, в принципе, потому что у него основная масса дохода его идет в накопление, а не в спрос. Для них очень важно было спросом стимулировать, конечно, экономический рост. И они этого очень удачно, в общем, достигали. Вот. И вот сейчас есть, например, данные, вот стиглятся, в частности, и приводят, что с конца 60-х годов, например, средний класс, я уж не говорю, там, о низших классах, у них вообще доходы не растут в реальном исчислении. — Угу, угу, угу. — Вот, в отличие, например, от высших классов. Поэтому для них это процесс, собственно говоря, возвращения к тому опыту, который... — Потому что был после вот этого скейнсианства, начиная, да. — Ну, скейнсианская модель, да, но другое дело, что сейчас они отекрещены все долгами настолько, что прежде всего надо эти долги каким-то образом аннулировать или запускать, да, вот эту скейнсианскую модель. А возможно это сделать непонятно. — Понятно. Спасибо, спасибо, Андрей. Вот такой у нас экспертный звонок. — Ну да, но это чистая правда. Это как бы та реальность, которая была в мире до... — Ну да, до 80-х. — Тетчеревской революции. — Тетчеревской революции, да. — Действительно так, но трудно представить, как к ней может вернуться вот современная государство. — Ну да, это обернулось. Была же, по-моему, так называемая теорема Вагнера, согласно которой рост госрасходов, рост процента госрасходов с развитием современных обществ растут госрасходы и растет ставка подоходного налога для обеспечения этих госрасходов. Ну вот действительно, прав Максим, прав Андрей, нам звонивших, что эргономик и тетчеризм это опрокинули. Ну что ж, об этих и других интересных темах поговорим после небольшой паузы. И снова добрый вечер. Максим Трудолюбов, Сергей Медведев в студии. Приветствуем вас. И обсуждаем мы сегодня с журналистом газеты «Ведомости» Евгением Антоновым, нужен ли нам находолог на богатство. Вот Евгений нам рассказал то, как часто происходит во Франции. — Ну и с прогрессивной шкалой, по сути, очень крутая. — Ну да, прогрессивная шкала, ну вот были озвучены эти цифры, до сих пор меня впечатляющий. 75%, 75% подоходный налог во Франции на доходы, превышающие... — Это обсуждается. — Обсуждается, но предпредложено, да, предвыборное обещание Алана, которое сейчас он хочет, Алана, которое он хочет сейчас воплотить в жизнь. — 75% на доходы, превышающие 1 миллион евро. — 65, 10, 99, 6. Позвоните нам и скажите, готовы ли вы, скажем, пойти на такие вещи? Считаете ли вы это справедливым, если такой же налог у нас будет введен в России, да? Поддерживаете ли вы налог на богатство? 65, 10, 99, 6. Ну вот, Евгений, я хочу спросить, а это как-то на Западе, в зависимости от социально-экономической системы, да, вам сейчас все-таки такие в более социал-демократических странах больше, да, общественного консенсуса вокруг высоких налогов? — Недопустимости вот этой роскоши, расходов на роскошь. — Ну, насчет вот консенсуса, тут цифр по большому количеству стран мне нет, я вот знаю только по Франции. Но, в принципе, если смотреть на те цифры, которые мы видим, и вот на ту дискуссию, которая идет вот сейчас в той же Америке, с которой вы начали разговор сегодняшний, там же достаточно большой дискуссии между демократами и республиканцами насчет того, надо ли повышать налоги на богатых или нет, да, и это то, что становится, в общем, элементом выбранной кампании. В Италии, насколько я понимаю, в этом году мера повышения налогов тоже для богатых, тоже может быть предложена и принята. Вот. При этом ряд стран, ну, я думаю, что, безусловно, это во многом связано с экономическим положением страны, да, потому что в той же Италии, Франции, ну, во Франции в меньшей степени, в Италии больше, есть существенные экономические трудности, которые нужно преодолевать, а богатый это, ну, тот источник потенциальных доходов, который можно взять. А если мы возьмем пример, допустим, Британии, да, она ведет себя иначе, несмотря на то, что они вот в 2010 году анонсировали вот масштабную программу сокращения госрасходов, и, в принципе, это самая существенная программа чуть ли не за всю послевоенную историю страны, они не повышают налоги на сверхдоходы, и вот там видел я исследование, что в реальности люди, зарабатывающие более миллиона, в Англии платят налогу всего порядка 30%, а те, кто там чуть меньше, там ставка вообще там смешная. И это как раз является одной из причин того, почему сейчас часть французских мгачей думают о переезде в Англию, и на самом деле не только думают, но и там покупают квартиры, по крайней мере, данные вот агентства недвижимости английских об этом свидетельствуют прямо. Ну, отчасти, почему Лондон так популярен среди российских олигархов и даже мини-гархов. Ну, вы знаете, я думаю, что это, наверное, не совсем точно, потому что если сравнивать налог на доходы, которые есть в России и в Англии, то все-таки в Англии получается больше. Нет, ну я имею в виду среди различных, потому что если сюда, так сказать, включить защищенность прав собственности в России и в Англии, и то, что человек выбирает между различными системами налогообложения в Европе, то британская, мне кажется, по сравнению с французской, кажется, ну Монако еще есть, но туда, по-моему, сложно попасть. Там есть Швейцария, там вот налог, по-моему, максимальный порядка 20%. Да, Швейцария очень либеральная. 65, 10, 99, 6. Поддерживаете ли вы введение налога на богатство в России? Магомед у нас на линии. Алло. Алло. Да-да, слушаем вас. Я считаю, что это бесполезно у нас вводить по многим причинам. Это все равно, что когда у нас говорят, что надо цены на бензин довести до Нидерландов, ой, Норвегии, там зарплаты другие. А у нас бизнес построен совсем по-другому. Если у нас такой налог ведут, опять все уйдет в черную бухгалтерию, и начнется вывод денег активный. Или же эти налоги будут как-то потраты, среди санкционов перекладывать на подчиненных, на служащих ниже рангом. Понятно, понятно. Как вы считаете, бесполезно, право или нет? Я считаю, что прав, потому что действительно это верное замечание, что у нас просто качество государства такое, что оно дырявое, да, и люди начинают, если они понимают, что есть проблема, они будут ее решать теми способами, которые они хорошо знают. Будут выводить деньги. У всех есть офшор, у нас весь бизнес, там, выше, больше, чем ларек, весь зарегистрирован за границей. У всех есть возможности. Эти финансовые услуги развиты очень хорошо. Хорошо, но можно же, грубо говоря, богатство поймать и на другом конце, не обязательно ловить людей на доходах. Людей можно улавливать на их расходах. То есть, может быть, вот, Евгений, насколько на Западе вот это все регулируется по части доходов или, скорее, по части расходов? Вот это luxury tax, налог на роскошь, на яхты, на дорогие особняки, дорогую недвижимость, на супердорогие автомобили, на ювелирные изделия. То есть, в Скандинавии, понимаете, вот этот налог на роскошь, он совершенно бьет по всем, например, по опциям на автомобиле. Хочешь подогреваемые сидения, роскошь. Хочешь, там, я не знаю, дорогую стереосистему в машину, роскошь. И вот это все такие, скажем, базовые ставка налоговая невелика, а вот эти вот опции, все на них уже идут большие, такой протестантский взгляд. Ну, вы знаете, точных цифр я вот именно про это не знаю, поэтому врать не буду, но у меня такое ощущение, что все-таки идет больший перекос именно, ну, когда я вот смотрел данные по другим странам, все-таки не на расходы, а на доходы. То есть, вот довольно высокие ставки, и они повышаются, и обсуждается большее повышение сейчас вот этих вот ставок налогов на доходы, вот, и о дискуссии по поводу вот повышения ставок налогов на расходы я или нет. Ну, для этого просто, для этого нужно государство иного уровня, да, нужна полная прозрачность, то есть, нужна ситуация, в которой доходы и расходы полностью, как бы, реальность соответствует цифрам, которые находятся в ведомостях, то есть, как бы, в бумажках, да, точнее, в проводках банковских, да, и то, и когда, как бы, реальность вот полностью совпадает с цифрками, которые появляются, значит, когда мы карточкой там платим за что-то, как, не знаю, в Швеции, допустим, ну, в той же Скандинавии, которую мы все время поминаем, да, значит, я думаю, что это одно из тех мест редких на Земле, где наличность не так, не имеет большого хождения, где цифры, как бы, реальных заработков и, как бы, тех, которые на бумажке цифрами написаны соответствуют полностью, вот. Вот, у нас, мы, конечно, далеки от этого, и долгое время жили, и продолжаем жить в ситуации с белой и с теневой экономикой в значительной степени, которые вот как-то так меняются, да, соотношение между белой и теневой экономикой меняется, сейчас вроде бы говорят, что теневая опять пошла вверх, из-за того, что, в основном, из-за того, что растет социальный сбор, вот, то есть, конечно, у нас дырявая в этом смысле, то есть система, она, как бы, не является, она допускает теневые решения. Ну да, то есть, в нашем случае, да, собирать лучше... Да, значит, высокие ставки вводить просто нельзя. Бесполезно. Уменьшается налогооблагаемая база. У нас звонок, хочу напомнить, телефон судейный 651099,6, поддерживаете ли вы налог на богатство? Петровс у нас на линии. Служим вас. Здравствуйте. Я бы хотел принести предельную ясность в этом вопросе. Известно, что 85% в среднем собранных налогов идет на содержание чиновников. Это официальные данные. Не слышали о таком? Это в Швеции, это точно. И неизвестно. То есть, не доходят для тех, для кого они собираются официально. На самом деле, на прожирание. Также официально, вот, скажем, Москва помогала предпринимателям мелким, а оказалось, 85% на инфраструктуру ушло, то есть чиновникам. И 15% он, наверное, своим людям. Так что 100% он входит в никуда. То есть, увеличение налогов и всякое, это все в тупик. Понятно. Нужно, это надо, тренд должен быть на безналоговое, безчиновничество государства в народном самоуправлении по модели Швейцарии. Прямая демократия. Вы как это, знаете, вы анархосиндикалист? Спросил Остап. Швейцария не анархия. А там просто не действует закон без референдума. Чтобы повылистить налог 7,5% до 8% на полпроцента, даже не закон. А правительственное постановление должен пройти референдум. Вот вам пример. Мы народная демократия. Так же, за пример можно Китай взять. Там налоги маленькие и живут хорошо. Так китаец мне рассказал. Потому что там либеральная экономика, и она дает плоды, хоть и частичные. А нужно полностью. Спасибо, спасибо, спасибо. Китаец рассказал. Прав ли был китаец, Евгений? Что происходит с Китаем? Я думаю, что... Я про Китай в этом смысле не могу много сказать. Но я не думаю, что там ситуация прямо вот настолько хороша, как в Скандинавии, которую мы обсуждали. Но на самом деле, вот если брать... Ситуация там же вообще полусоветская практически. То есть там вопрос на государственных предприятиях. Там вообще совершенно другие уже способы перераспределения национального богатства. Да, но на самом деле, вот первая часть тезиса нашего уважаемого слушателя, она мне кажется в целом правильной. Потому что действительно возникает вопрос, когда задается вопрос, надо ли повышать налоги. Действительно интересно, а куда эти налоги потом будут тратиться. И в этом смысле, наверное, понятно, почему в Скандинавии это работает хорошо. Потому что там в целом качество, ну вот, государственные машины, оно высокое. И эти деньги тратятся эффективно. В случае же с Россией, ну действительно, ну повысят. И какие основания считать, что это повышение, оно приведет к какому-то качественному улучшению ситуации здесь. Ну, здесь, мне кажется, Максим, есть две функции налога. С одной стороны, вот это просто наполнение государственной казны. С другой стороны, это некое перераспределение, как инструмент социальной справедливости. Некий такой глобальный робин-гуд, который уравнивает богатых и бедных. Ну, налога, как бы, у него еще есть, налоговая система, еще есть и функция стимулирования. Ведь налоговая система в идеале должна не просто заботиться о некотором выравнивании, но и создавать такую ситуацию, в которой людям хочется зарабатывать больше. Так, чтобы экономика росла. Это, как бы, вот тут в этом заключается поиск, как бы, алхимия налоговой системы состоит в том, чтобы найти такое идеальное золотое сечение, такую ставку или такую систему ставок, точнее, да, которая заставляла бы людей работать. Ну, собственно, вот в идеале этим должно заниматься государство. Да, это должно быть главной повесткой дня, на самом деле. И этим занимаются, там, те, кто изучают политологию и экономику, поскольку, вот, если можно найти такую идеальную формулу, которая, с одной стороны, позволяла бы с людей с одних собирать, да, то есть государство это что такое? Оно с одних собирает тех, кто может платить, тем, кто не может зарабатывать, оно дает деньги. Но робин-гуд, государство такое, да. Оно занимается вот таким вот перераспределением, которое при этом должно сохранять стимулы. Ну, да, не подрывать конкурентоспособность. Тем, кто зарабатывает, сохранять стимулы, чтобы они зарабатывали больше. Да. Нужен ли нам... Поэтому в нашей ситуации, да, чтобы закончить, в нашей ситуации я не верю, что нужно такое. Это огромный перебор, и учитывая особенно качество государства. Вот и Илья тоже не верит. 65, 10, 99, 6. Илья, слушаем вас. Да, добрый вечер, господа. Илья Москва. Я тоже не верю в какие-то данные налоги, и что он даст какой-то ощутимый, ну, хочешь, какой-либо прибавку, или что-либо, какой-то положительный эффект для нашей казны. Мне интересно, кто-нибудь считал, какие затраты на администрирование данного налога потребуются? Сколько человек потребуется нанять дополнительное количество налоговых инспекторов, которые будут получать заработную плату, дополнительный состав, организовать для них рабочие места? Окупится ли все это? Не получится ли так, что в данном случае мы затратим больше на то, чтобы этот налог администрировать, чем будем с него собирать? Мне это напоминает больше некие популистские высказывания из серии «Господа, мы вас всех уравняем». Вот мы у богатых заберем и дадим бедным. Вместо того, чтобы четко фиксировать то, что у нас есть сейчас, то есть у нас идет сбор налогов. Но вместо того, чтобы четко сказать, куда, сколько мы тратим сейчас, мы начинаем привлекать дополнительное количество денег. «Господа, вы отчитаетесь за то, что вы собираетесь сейчас». Ну, понятно, да, да. Это вот к вопросу, да, мне кажется, о чем Максим говорил, о, собственно, качестве государственного управления, о непрозрачности власти, и то, что вот один из звонивших нам говорил, да, Петрос, о том, что непонятно, куда, как расходуются налоговые деньги. Еще просто мы постоянно здесь пока говорим, подчеркиваем глубокую разницу повесток дня в России и в Европе, особенно во Франции, поскольку у нас задача все-таки стоит не… у нас, по-моему, вот задача вот перераспределения, повышения налогов далеко не является вот такой совсем важной, да, а оно более ключевой вопрос – это качество государства, да, и как только мы сможем говорить о повышении качества государства, мы сможем говорить об изменении ставок. То есть, как бы, изменение ставок тогда будет более осмысленным действием. Ну, это да, это как бы сказка такая, не знаю, про белого бычка, но тут немножко непонятно, с чего начать. Начинать с увеличения налогооблагаемой базы или сидеть и ждать, пока улучшится качество государственного управления? Нет, ну, улучшать, ну, вот я считаю, что начинать, что здесь вот надо начинать с той курицы, которая… то есть, для меня курица из Кореи является… То есть, да, имеют в виду курица и яйцо, да? Да, да, если говорить про курицу и яйцо. Да, да. Мне кажется, что есть такая вещь, как качество государственного управления, и его можно повышать. 65, 10, 99 и 6. Поддерживаете ли вы введение налога на богатство в России? Вопрос есть у Дмитрия. Слушаем вас. Здравствуйте. Да. Друзья, у вас последние два звонка. Я поддерживаю абсолютно последних двух звонивших, и идею в этом же направлении хотел развить. И здесь не важно, какое государство, повестка дня везде одна и та же, что может быть не 85%, но, по сути, если модель социального государства ныне существующая будет продолжать развиваться, то рано или поздно все люди, которые работают, все люди, которые живут в государстве, будут работать лишь бы на то, чтобы оплатить государственную инфраструктуру и оплату, которая обслуживает все увеличивающиеся сборы, контрольные институты и органы. И тем самым смысл существования такого государства, оно себя дискредитирует. И, по сути, от разговора о социальной справедливости, о котором здесь упоминалось, если руководствоваться, конечно, Роллсовской концепцией, то действительно, да, при прогрессивной шкале и уравнении богатых, сверхбогатых и сверхбедных подтягивания к среднему уровню является социально справедливым. Но на самом деле это создает прецедент, при котором сверхбогатые и сверхбедные обеспечивают праздный средний класс, который рано или поздно просто садится и становится ежедневенцем, который пользуется всеми социальными благами, как раз бесплатными, а сверхбогатые и сверхбедные, одни по причине того, что могут позволить себе что-то лучшее, за что-то заплатить, не пользуются, а другие, потому что у них нет возможности просто получить, например, бесплатное образование или медицинское обслуживание. И таким образом это социальное государство является самым асоциальным. То есть оно убивает средний класс, фактически. Интересно, да. Спасибо, спасибо, Дмитрий. Кстати, напомню, что сейчас вот идут конвенции в Америке республиканцев и демократов. Там как раз вот какие-то активисты поставили памятник исчезающему среднему классу. Как раз вот напоминать делегатам конвенции обеих американских партий о том, что налоговая система... Ну да, вот мне кажется, интересный поворот темы, что высокие налоги, высокая перераспределительная активность государства, оно фактически создает огромное количество халявных настроений. Да, да, видите, это очень как бы философский вопрос. В нем очень много... Точнее, как бы он философский, с одной стороны, с другой стороны, в нем очень много компонентов. И как бы очень... Ну, политологи бьются над тем, чтобы найти какие-то оптимальные решения. Видимо, общих оптимальных, наверное, нет. Но я не думаю, что можно найти... Найти, вот сказать, что там, не знаю, налоги все должны быть плоские, да, что перераспределение быть не должно. Перераспределение быть должно. Ничего с этим не сделаешь. Как бы мир несовершенен. Есть масса людей, которые не могут работать, не могут работать столько, сколько другие. Все как бы у всех неравные возможности. И какое-то перераспределение должно быть, оно только должно быть очень осмысленным. И нельзя, чтобы был популизм, да, с одной стороны, популизм как бы приводит к тому, что во Франции сейчас происходит, что мне кажется, в общем, ну, французам виднее, но мне кажется, это как бы такой вот, это какой-то заскаливающий популизм просто невероятный. Вы знаете, вот мне здесь хочется вообще так вопрос в целом. Ну, либо уйти совсем наоборот в такой как бы либертарианский подход, который тоже непродуктивный. Вот я хочу здесь шире вопрос поставить. Насколько вообще Россия готова к социальному государству? Вот мы живем, мне кажется, под гнетом некого мифа такого, может даже бердяевского, о неком таком природном коммунизме русского народа. Русские идеи привычны к справедливости. Вот у нас была община, был крестьянский мир, вот, и землю мы раз в 12 лет делили, и всем все поровну, и все жили в одной такой коммунистической бедности, как у Андрея Платонова. А вот я не уверен, что это так, что глядя на поведение наших соотечественников в течение последних 20 лет, мне кажется, что мы самые ярые индивидуалисты в мире, и никому у нас социальная справедливость не нужна. Да и общину, как известно, придумал немец. Ну, это тема, сейчас не будем об этом, но русскую общину придумал немец, который исследовал русские крестьянские хозяйства в 20-е годы, при Николае Первом, в общем. В начале 30-х он приехал в Россию, исследователь из Пруссии, который обнаружил в России общину, он ее описал. Август Гастгаузен, если я ничего не путаю, по-моему, так, Гастгаузен. Это был такой прекрасный Пруссак. Ну, понятно, собственно, и обобщение. Потом это прочитал Герцен, потом прочитали славянофилы, обрадовались и разнесли общину в той форме, как ее описали. Ну, хорошо, речь не об общении, речь о неком таком природном коммунизме русского человека. Так вот, мне кажется, что если говорить о том, хотя бы не коммунизме, а о социализме, не поддержит у нас никто вот эти вот большую перераспределительную, у нас человек не готов отказаться от богатства, от дорогих машин, от дорогих часов, потому что мы просто не способны к коллективному действию. Ну, да, и потом, я думаю, сейчас тут еще поколение. Я думаю, мы отличаемся от Европы еще тем, что у нас такая ситуация. Мы в 92-м году познали, что такое рынок. Те, кто особенно тогда был активен, работал, некоторые люди потеряли все, некоторые люди приобрели все. Для многих людей это просто такая психологическая, живая очень проблема. Представить себе, что мы вот такие же, как французы, просто невозможно, хотя бы по этой причине. И люди мыслят и чувствуют эту ситуацию по-другому. Я совершенно, вот я в целом как бы как раз согласен, Сергей, с тем, что невозможно себе представить такое социальное государство с такой высокой, значит, идеей... Справедливости. Да, справедливости, перераспределения, плохо себя представляю в России. Евгений, вы как считаете? Ну, я согласен тут. То есть, если вопрос-то и так, найдутся ли те, кто поддержит или нет, ну, мне кажется, что людей это как раз население, среди населения российского, кто скажет, да, мы обеими руками за, их будет много. Но смысл в том, что, конечно, эта концепция не имеет никаких шансов как-то реализоваться, потому что, собственно, те, за счет кого можно будет ее реализовать, они никогда в жизни на это не пойдут. И, в общем, просто, ну, это утопия абсолютно. Они и есть власть, они и есть элита, которая не станет выдергивать стул у себя из-под задницы. Ну, даже если вот не брать тех, кто власть и элита, есть же люди, которые, в общем, просто что-то зарабатывают, да, в нашей стране. И я не могу себе представить, чтобы эти люди, ну, как-то вот... И опять же, мы вот сейчас, мы крутимся вокруг этих ряда одних и тех же тем. Ну, вот, предупрежденный мой скажет, ты будешь платить на 20% налогов больше. Он скажет, ну, извините, я, может быть, и буду платить, но вы тогда сделайте так, чтобы эти хотя бы те 30, там, 13, которые я плачу, да, они тратились, чтобы было понятно, что это вот, не знаю, имеет какой-то смысл. Ну, да, то есть это здесь и вопрос об атомизации общества, вопрос о доверии и вопрос об эффективности государства. То есть в результате все эти наши вечные темы, которые мы обсуждаем из эфира в эфир, здесь они просто выходят на тему налогов и еще раз подтверждают, что, да, как Парша говорил, почему Россия не Америка, да, зачем Россия не Франция. Если даже представить, что во Франции можно с таким лозунгом вылезти, и что 75% налог из богачей, то в России, я думаю, это будет абсолютная утопия. Ну что ж, время нашего эфира незаметно подошло к концу. Вот, мы с Максимом Трудолюбовым благодарим нашего гостя, обозревателя газеты «Ведомости» Евгения Антонова. Спасибо, услышимся через неделю, спасибо. Спасибо, и, ну что, так сказать, заключение сказать. Хочется вспомнить бессмертного булгаковского персонажа, да, добрый вечер, Никонор Иванович, сдавайте валюту. Вот, так что вот такие вот перераспределительные лозунги в нашем государстве были и останутся всегда, но насколько это все реалистично, мы сегодня попытались вам показать. Что ж, спасибо, это была программа «Археология» за пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская, археолог Сергей Медведев, слушайте музыку Финам ФМ.